Продолжение следует... Предварительной причиной смерти стала полиорганная недостаточность вследствие септического шока. Для многих поколений зрителей Ирина Мирошниченко была любимой актрисой, звездой экрана и сцены, эталоном женственности и красоты. Для нас же, её коллег Ирина Петровна, ещё и пример служения сцене и публике, образец верности художественному театру и просто родной человек. В труппы театра она вступила в 1965 году сразу по окончании школы-студии МХАТ. Её первыми партнёрами-учителями были великие мхатовские старики. Достаточно вспомнить легендарное соло для «Часов с боем», чьи уроки она пронесла через всю жизнь, скорбели коллеги-звезды. Проводить актрису в последний путь собрались не только близкие, но и известные персоны. Среди них можно было увидеть гендиректора Первого канала Константина Эрнста, актёров Евгения Миронова, Марину Зудину и многих других. На похоронах случился инцидент. Одной из поклонниц «Таланта великолепной» артистки стало плохо прямо около гроба. У женщины подкосились ноги, была вызвана карета скорой помощи. Врачам удалось вернуть пенсионерку в стабильное состояние, от госпитализации женщина отказалась. В дальнейшем оказалось, что у женщины недавно был микроинсульт. Зачем она пришла на похороны, не долечив свои болячки, остаётся загадкой. Видимо, сюда её привела безмерная любовь к актрисе Ирине Мирошниченко. Ранее Лариса Лужина признавалась, что тяжело восприняла новость о кончине блондинки. Исполнительница главной роли в фильме «На семи ветрах» рассказала о своей версии происходящего. «Я думаю, что Ирина ушла не от гриппа, и сейчас столько разных вирусов ходят. Врачи даже порой сразу не могут распознать. Не может быть, чтобы простой грипп дал такие последствия. Я в это не верю. Жалко и ужасно просто, потому что неожиданно всё случилось. Она была в хорошей форме такой, выходила на сцену, до последнего работала, ездила по стране и с творческими встречами, и с программой своей вокальной выступала. И вдруг раз, и всё прервалось. «Царствие ей небесное», — говорила актриса в интервью. Никита Михалков-Горевал, узнав о смерти артистки, погасла звезда Ирины Мирошниченко. Она действительно была настоящей звездой. И Господь дал ей талант, обворожительную внешность, огромную энергию жизненную и творческую. И всему этому она принесла в жертву все остальные радости жизни женщины, семью, материнство, создание дома в самом большом смысле этого слова. Она горела в своей работе и горела очень ярко, написал режиссёр. Субтитры создавал DimaTorzok